Всем доброе утро, друзья! Снова мы в пути, и наша ласточка везет нас навстречу приключениям. Отправляемся мы в город под названием Поградец. Он находится на границе с Македонией. Там находится очень красивое озеро. Оно огромных размеров, и оно, получается, принадлежит третьей часть Албании и две трети Македонии. Ехать нам туда примерно 45 минут от города Корча. Впереди нас ждет много красивых мест, а прямо сейчас впереди едет мечта каждого белоруса. Оказалось, что Поградец – это курорт. Он расположен в 140 километрах от Тираны. Очень популярное место, и там достаточно мягкий климат. И сезон там начинается с июня. И длится до октября. То есть, в принципе, может быть, даже кто-то будет купаться. Хотя на улице примерно 20 градусов. Посмотрим. Поградец, хотя нам привычнее говорить Поградец, город в юго-восточной Албании. Расположен на берегу жемчужины Балкан, Охридском озере. В 10 километрах находится граница с Северной Македонией, причем как в левую сторону, так и в правую. Город окружен холмами с южной и западной стороны. Охридское озеро – самое глубокое озеро в Европе. Его глубина достигает 294 метров. А заодно и одно из самых старейших на планете – озер тектонического происхождения. В 1980 году озеро было занесено в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И вот оно, друзья, озеро. Вот там уже Македония. И вон там он Лебеди. Очень красивое место. Но здесь очень круто, особенно когда горы покрываются снегом. Сейчас еще немножко, ну, я думаю, через пару недель уже выпадет снег здесь в горах. И будет просто фантастика. Красивое озеро. В принципе, достаточно тепло. Может быть, там 15-20 градусов. Горы покрытые снегом. Красота! И знаете, здесь такой чистейший воздух. Просто хочется дышать глубоко-глубоко. Вы тоже сейчас остановитесь на минуточку. Как сильно бы вы не были сейчас заняты. Может быть, вам грустно. Или не очень хорошее настроение. Просто глубоко вдохните и улыбнитесь. Уверена, что ваше настроение станет чуть лучше. И знаете, что где-то мы с Серегой, наш канал Dream and Travel, передает вам большой привет и хорошее настроение. Все такое прекрасное место. Желаю, чтобы каждый здесь побывал, если, конечно, вы этого сами хотите. А если у вас нет возможности прямо сейчас выехать на природу, погулять и расслабиться, избавиться от стресса, у меня для вас есть отличное решение. Это приложение Meditopia, которое использует науку, медитацию и информацию, чтобы уменьшить стресс и беспокойство. Лучше спать, научиться медитировать и сосредотачиваться. Meditopia имеет бесплатную ограниченную версию и платную с множеством сопроводительных медитаций. Медитировать само по себе нелегкая задача. Я практикую медитацию около двух лет и знаю, о чем говорю. Поэтому сопроводительная медитация помогает нам лучше контролировать свои мысли. Приложение очень удобное и простое в использовании. И я вам сейчас все покажу. Что ты чувствуешь сегодня? Этот вопрос находится в верхней части приложения. Там вы найдете ключевые слова, которые вы можете выбрать, чтобы Meditopia могла подобрать медитацию именно для вас. В каждой медитации вы можете изменить фоновый звук на тот, который нравится именно вам. Капли дождя, тибетские чаши или шум волн, все что угодно. Также здесь есть вкладка музыка, где вы можете составить свой личный плейлист. Вкладка сон, где находятся медитации для сна, звуки природы и истории. Есть вкладка сегодня, где вы можете увидеть, сколько людей медитируют в данный момент вместе с вами. По ссылке, которую я оставлю в описании к этому видео, вы можете получить доступ к премиум-версии на 3 дня абсолютно бесплатно. Рекомендую вам зарегистрироваться и попробовать. Ссылка в описании. Еще в городе Поградец можно посетить национальный парк Дрелона. Он, кстати, является одним из лучших национальных парков вообще в Албании, а их всего здесь 5. Огромнейший просто парк, много всяких каналов, водоемов, уток, зверей, вроде как леса с зайцем даже есть где-то. И здесь много разных ресторанчиков, вот один из них мы как раз проходили мимо. Там есть несколько уединенных таких беседочек, можно позавтракать, либо пообедать. Мы нашли такой вот вольер, и здесь, смотрите, кто ходит, это павлин. Так, нужно его напугать, чтобы он хвост распускает? Не, не, он распускает хвост. А у него, он еще молодой, у него хвост, он маленький. Музыка Каждый албанский город по-своему хорош. Этот тоже замечательный. Красивое озеро, милый город. Можно приехать отдохнуть, снять жилье недорого. И наслаждаться природой албанской. Горы вокруг, национальные парки, чистый воздух, можно гулять, отдыхать, купаться. Я думаю, даже веселиться, правда, сейчас не сезон, но тем не менее. Долго в этом городке мы задерживаться не будем, потому что мы отправляемся в столицу Албании, Тирана. Ребята, мы в Тиране. Капец здесь пробки, мы просто отстояли очень много, очень долго. Такое чувство, что в Москве. Ну, не как в Москве, но почти. Учитывая то, что такие пробки, и мы за один день здесь точно ничего не успеем, мы решили приехать в Тирану отдельно и уделить ей, вот может быть, прям два дня, чтобы посмотреть основные достопримечательности. Кстати, город, по первым впечатлениям, очень даже неплохой. Но так как снять ничего интересного в Тиране у нас не получилось, и уже не получится, мы решили немножко отдохнуть и вознаградить себя за это путешествие. Помните, да, что было в первой серии? Капец. Вот, и поэтому мы сняли такой неплохой отельчик со спа и крытым бассейном. Вот сейчас приехали, будем заселяться. Вот там вот, смотрите, горы. Это здесь такая парковочка, приличная здесь машина. И вон там сам отельчик. Называется Тестелла Хотел. Четыре звезды. Ты слышишь? Четыре звезды. В четырех звездочном будем жить. В албанском отеле, международном. Ну-ка, да, посмотрим, что они предлагают. Блин, через час уже закат, то есть мы выехали вот с этого курортного городка в обед, и уже закат. То есть вы представляете, мы четыре часа, но мы, правда, еще зашли в торговый центр. Валюше срочно понадобилась кофточка, ну, сами понимаете, да? Добралась девушка до столицы. Поэтому мы только сейчас заезжаем в отель. Заселяемся потихоньку. Выяснилось, что из-за ковида, опять же, спа не совсем работает, но мы заказали все-таки спа. Нам удалось, сказали, ладно, для вас сделаем, еще 50% скидку сделаем. В итоге номер нам стал в 4600 лек, и 2000 лек будет за двоих, за спа. Ну, заходим в нашу маленькую комнатку. Ну, здесь, в принципе, все достойно. Комната небольшая, но мы в столице. А что у нас с видом? Вид, конечно, на крышу спортзала. Джим здесь находится. Но хотя бы вдали видны горы. И сейчас как раз закатик, горы начинают краснеть. Для вас пришла всего лишь секунда, а у нас уже следующее утро, и мы с Серегой сходили в сауну. Это такое приятное, забытое чувство. Мы просто с Серегой жили в городе, у нас были частные дома, и мы ходили в баню. И вот это вот, знаете, это то, чего, блин, не хватает реально. Вот в путешествиях хватает бани и сауны, но не здесь. Мы как заново родились. Такие довольные. Сегодня спали, как младенцы. И сейчас мы пришли... На завтрак. На завтрак. Покажи, что у нас тут. Ой, да у нас все стандартно. Омлет, сосисочки, круассан, кофе, сок. Да. В принципе, неплохо. Хороший отель, на самом деле. И мы думали, что мы будем одни, а тут... Очень много местных, ну, видимо, просто путешествуют, там, по бизнесу, я не знаю, останавливаются в этом отеле. Но в сауне, кроме нас, никого не было. Ее делали специально для нас, ну, то есть, там... Разогревали, да. Отельная история, да, в общем-то. Ладно, будем завтракать. А куда мы сегодня отправляемся, раз уж не в Тирану? Мы решили все-таки посетить одну такую очень известную достопримечательность возле Тирана. Это озеро невероятной красоты. Озеро Бовилла. Ехать туда примерно минут 40, не по дороге. Поэтому мы сейчас позавтракаем и сразу же поедем туда, а потом уже двигаемся в сторону дома. Но, наверное, заедем на один курорт, который у нас положен здесь возле Тирана, называется Дурес. Привет, на аппетита! Привет! Ну, мы, конечно, легких путей не ищем. Серега едем на озеро. Дорога не очень, конечно. От нашего отеля до озера было 20 километров, и навигатор показывал 50 минут. Но радует то, что мы едем туда не одни, поэтому, я думаю, все будет хорошо. И мы доберемся. У нас, кстати, немножечко правое переднее колесо, давление не в норме, но Серега говорит, что все нормально. Я ему доверяю. Он же мужчина, водитель. Поэтому будем верить, что все будет окей. Мы доедем. И уже, когда поедем обратно во Флеру, заедем, я думаю, на какую-нибудь там заправку, посмотрим, подкачаем немножечко воздух. Но виды, как обычно, пушка, гонка, красота. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну не зря мы сюда затянули свою ласточку. Озеро просто невероятно, а с воздуха оно смотрится еще круче. Вокруг горы, озеро, вообще тишь да гладь, и отражаются горы в воде просто сумасшедшие. И даже отражаются вот эти вот полосы от самолета. Ну то есть, когда самолет оставляет след, и это все отражается в озере. То есть, вообще, такая тишина здесь, такая красота. Реально гладь. Такая лазурная, знаете, вот лазурная-лазурная поверхность. Как будто бы глянцевая какая-то. Очень красиво. Дорога не очень. Вот ребята на велосипедах, допустим, поехали вниз. Видимо, там где-то можно купаться. А Мерседес поехал вверх, и там по дороге есть кафешка. Ну а мы, конечно, свою ласточку все больше и больше убиваем. Но я надеюсь, что сегодня она до своего арендодателя доедет, и все будет с ней хорошо. Конечно, она чуть-чуть пострадала у нас. Здесь вот все это, я думаю, на саморезы, где-нибудь на сервисе остановлюсь. Подделаю, помою ее, подшаманю немного, и будет все с ней в порядке. Ну что, выдвигаемся в сторону дома. Озеро клевое, обязательно его посетите, если будете здесь. Оно чем-то напоминает озеро Чаолан в Таиланде. Это тоже искусственное озеро, то есть это, по сути, водохранилище. И вот мне кажется, что во всех водохранилищах почему-то такой вот цвет какой-то, я не знаю, очень красивый, насыщенный такой бирюзовый, какой-то голубой, вместе с зеленым перемешанный. Ну я не знаю, а почему это, кто знает, почему такой цвет? Потому что вода забирает красный цвет, и остается только зеленый и синий. И все, и другой воды не бывает. Но почему-то в других озерах вода просто, ну, не такого яркого цвета. Я говорю, почему именно вот такого насыщенного, в Чаолане, здесь, именно в водохранилище. Не знаю. Может, потому что они очень глубокие. Кстати, это тоже достаточно глубокое озеро. Ну что, куда мы едем по дороге-то домой? Мы едем во Влюору, но по дороге, я думаю, еще заедем на курорт Дурес. Дурес – второй по величине и один из древнейших городов Албании. Город-порт – самый большой албанский курорт на Адриатическом море. Дурес находится всего в 38 километрах от Тираны, столицы Албании. Трансфер из аэропорта Тираны в туристические районы занимает порядка 40 минут. Пляжная линия Адриатического моря в Дуресе растянулась на 15 километров. Пляжи здесь с упучим белым песком и пологим входом в море. Вот и заканчивается наше маленькое путешествие. По пути мы заехали в город Дурес, просто чтобы выпить кофейку, посмотреть на море. И Серега полетал здесь на дроне. Ну что я могу сказать? Нам в принципе местные жители говорили, что этот курорт, он не стоит того. То есть Дурес – это небольшой курорт возле Тираны. То есть если вы прилетаете и вам не хочется далеко ехать, 30 километров, и вы здесь. Здесь есть несколько пляжей, но море здесь не очень чистое. Чисто так на денечек приехать, посмотреть в принципе можно. Но отдыхать здесь я бы точно не советовала. Лучше выбирайте Влеру, либо Саранду и Ксамиль, который мы уже показывали. Который просто топовый вообще. Да, ну мне Дурес тоже не зашел. Типа обычный город, здесь и порт находится, то есть он не совсем чистый, прямо уж сказать. Ну так, пару кадров сделать мы заехали отлично. На этом наше путешествие подошло к концу. Нам осталась только дорога домой. Если вам понравилось, обязательно поставьте лайк, напишите комментарий. Ну и увидимся в следующем видео. Всем пока! Единственное, что в этом городе прикольное – это памятники. Все, не забывайте подписаться на канал, прожать лайк, комментарии написать. Все, пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok